Привет, ребята! Это Мэтт Кор и курс ConsulPaint.com. Это занятие посвящено мазкам и работе с кистью. Я видел много работ начинающих художников и почти во всех повторяется одна и та же ошибка. Суть в том, что все они пытаются нанести ровный и гладкий чистый мазок, как тот, что справа. Но вместо этого у них получается лишь множество отдельных, накладывающихся друг на друга мазков. В нашем занятии мы займемся исправлением этого недостатка и наложением ровных чистых мазков. Ваше задание – скопировать материал упражнений Rendering Samples. Вы найдете два типа примеров. Одни черно-белые, а вторые цветные. Я покажу вам, как делать задание на паре примеров, а остальное вы сделаете сами. Посмотрите на первый пример в левом верхнем углу. Как вы видите, у мазка ровные прямые края. Плюс цвет мазка меняется. Градация цвета идет снизу вверх. Внизу цвет ярко-белый, а затем он блекнет и становится серым. То есть отличительные черты мазка – плавный переход цвета внутри и ровные прямые края снаружи. Это отличный пример мазка для временного слоя. Я выберу мягкую кисть при помощи инструмента «Пипетка». Выберу белый цвет и начну рисовать, сделав цвет внизу ярко-белым, а вверху – более блеклым. Вот это и есть плавное обесцвечивание. Затем мне нужно задать ровные края. Можно использовать для этого маску Mask. Я же предпочитаю пользоваться эластиком. И теперь я делаю края более ровными. И заодно попытаюсь повторить форму оригинального мазка. И хотя формы мазков разнятся, это не суть важно. Для нас важно то, что на обоих примерах плавное обесцвечивание, ровные края и нет следов от многочисленных мазков. На этом я закончу с примерами и перейду к следующим. Давайте посмотрим. Вот здесь мазок сложнее. Верх и низ у него темные, а центр немного светлее. Ну, вот такое чередование. В этом случае я буду использовать твердую кисть. Итак, я наношу мазок твердой кистью. Затем выбираю новый слой и осветляю темный цвет внутри мазка. Чтобы границы между темными краями и светлой серединой не были столь отчетливы, можно использовать мягкий эластик. Итак, создаем плавное обесцвечивание. Затем объединяем слои и приступаем к работе над формой. Опять, формы примеров не идентичны, но по сути упражнения выполнены правильно. Не видно следов мазков, ровные края и плавный переход от темного к светлому, и затем опять к темному. Как только вы закончите с терно-белыми упражнениями, переходите к цветным. С технической точки зрения они намного сложнее. Начнем мы с этого красного овала. Я начну с того, что пипеткой выберу основной цвет. и обозначу силуэт объекта. Затем я задам этому слою параметр Clipping Mask. Смотрите. Для того, чтобы мои мазки не выходили за его границу. О том, как это сделать, я подробно объясню в ссылке в конце поста. А теперь я буду рисовать светло-розовым цветом. Как вы можете заметить, цвет сначала блекнет, а потом резко сгущается вот в этом месте. Если мы посмотрим немного правее, то цвет более ровный и не такой темный. А вот тут слева граница острая, а вот тут мягкая. Как видите, при помощи цвета можно обозначить поверхность. И как видите, я могу носить мазки как угодно, не беспокоясь, что они выйдут за границы овала. И это благодаря опции Clipping Mask. Теперь я создам новый слой, укажу Clipping Mask и приступлю к наложению синего цвета мягкой кистью. Мне нужно наложить цвет и справа, и слева. Если я наложу лишний цвет, то всегда могу удалить его. Как видите, у меня есть примеры с плавными и резкими переходами цвета. И все мазки находятся внутри четкой и ровной формы. Как только вы закончите с этими упражнениями, сразу переходите к следующим. Хотя в этом упражнении мы и работаем с цветом, не стесняйтесь пользоваться пипеткой, чтобы использовать оригинальные цвета. Для нас сейчас важнее всего научиться работать кистью. Во время работы вам нужно обращать внимание на то, чтобы переход цвета был плавным и не было видимых следов от мазков кисти. Помимо этого, вам нужно будет поработать над переходами цвета. Вам нужно будет научиться делать переход резким или плавным. Переход между двумя цветовыми областями очень важен. И даже если суть работы кажется скучной либо очевидной, нарисовав 18 объектов, вы здорово разобьете у себя навыки работы с кистью. И эти навыки вы позже сможете использовать в любых своих работах. Итак, удачи! Спасибо за внимание! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...